Здрасте! Меня зовут Евгений, Фотомобайл. Очередные обзоры коих миллион в интернете, но тем не менее, вдруг вам понравится мой стиль. У меня в руках колонка фирмы Tronsmart, которую я люблю и уважаю, как этот бренд. Почему? Да потому что стоит в меняемых денег, а качество как у именитых брендов. Модель колонки называется Element Blaze Bluetooth Speaker Black. Ну, Black, как мы понимаем, это цвет, и что-то мне подсказывает, что они бывают и в другом цвете. Вот такой вот несчастный пакетик сняли, и вот уже колонка у меня в руках. Первое ощущение, как всегда, очень приятное и надежное. Качественный пластик, вообще нет никакой краски, следовательно, ничего влазить не будет. По бокам вот такие вот скобы закрывают вот эти вот пассивные сабвуферы, которые стоят по краям. И обеспечивают, видимо, защиту от дождя. На задней панели вот такая вот крышечка, которая закрывает AUX разъем и microUSB для зарядки устройства. Ну, и сверху кнопочки, там, включить громкость, тише, ярче. Кнопочка Play и еще одна какая-то кнопочка с изображением лампочки. Я не знаю, что это такое. Поскорей, наверное, на... Отличная заставочка. И хорошо, что китаец ничего не сказал после нее. Вот он уже мигает синим цветом. Он уже жаждет подключиться к моему телефону. Так. В устройствах она отображается. Или не? Отображается. Tronsmart Element Blaze. Одним нажатием. Одна секундочка. И все подключено. И теперь, скорее же, нажмем мы эту кнопочку, подсветку. Вот, что она обозначает. У него загораются динамики, да? Причем мы видим, что в разных режимах даже мерцающий есть. Для чего это нужно? Ну, не знаю. Может, надо дождаться вечера. Подключаю-ка я звучок. Ставлю максимальную громкость. Ну, как вы видите, музыка у меня спокойная, старперская. Но при этом на максимальной громкости она абсолютно не репит. И вообще даже намека на это нет. А я вот люблю такие устройства, которые не перегружаются и не трещат по швам, когда на них пускаешь максимальную громкость. Ну, и традиционно кнопочкой play можно восстановить воспроизведение. Что-то мне подсказывает, если нажать ее дважды, то переключится трек. Трек, ты ведь переключишься? Ага, он переключается. Оно двойным нажатием увеличение громкости. Ну, и, в принципе, можно отключить. В общем, цена-то ее чуть более 30 долларов, товарищи. Но что мы купим за 30 долларов? Четыре палки хорошей колбасы. О, какая прелесть! Снизу здесь есть крепление под штатив, да, вот, который крепит фотоаппарат и видеокамеры, да и вообще что угодно. Не знаю зачем, но, наверное, это удобно. А, я знаю, есть такие крепления на руль велосипеда, где можно на вот это болтовое соединение ее закрепить. Слушайте, ну, если вам понравилось вот то, что я вам показал, рассказал, ну, сделайте вот это вот. Я немногое прошу, подпишитесь на меня, напишите в комментарии, что вы об этом думаете. Может, я вам нравлюсь или не нравлюсь. И хорошего вам дня, до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok